Донбасс Линия огня Ближайший микрорайон в этом направлении К примеру, в эту пятиэтажку попало сразу три мины калибром 122 мм Но, к счастью, никто из жильцов не пострадал Люди уже привыкли к обстрелам и при первых залпах спустились в подвалы Но женщина на пятом этаже замешкалась, выключала плиту, когда кухню разорвали десятки лезвий Боялась, что суп убежит У нее в руке два осколка, живот стеклами порезанный С ней пытались разговаривать, но раненая потеряла сознание и сейчас в реанимации Киевские силовики воспользовались тем, что силы ДНР отвели отсюда тяжелую технику Люди это даже по канонаде понимают Прорываются они здесь, им просто негде больше Очень удобно здесь, ну дороги ж, наверное, это Наши вчера не отвечали, нашим нечем отвечать Вот они, тух-тух-тух, там с чего-то такого, я не знаю, сейчас не разбираюсь Попыхкали-попыхкали, ну все, они вот прорываются Наши держат кое-как там, как могут Но прорываются они здесь Минобороны ДНР о потерях противника 13 пехотинцев и 2 машины десанта Скоротечная атака украинской армии походила на прощупывание обороны ополчения А значит подготовку к чему-то большему Данная провокация по тактическому замыслу практически полностью повторяет Организованные на прошлой неделе штурм украинскими войсками позиции ополчения Предпринятые в районе Маринки И свидетельствуют о проверке организации нашей обороны Накануне начала широкомасштабного штурма Донецка Призываем украинскую сторону немедленно прекратить любые действия Ведущие к намеренному срыву минских договоренностей И отвезти все стянутые к разграничению войска и технику На установленном соглашении расстояния В Маринке и прилегающей Александровке ополчение вновь ждет гостей С этих трех плодпостов на Запорожской трассе 28-я бригада ВСУ бьет по домам из тяжелых минометов Чаще под утро, а вот снайпер простреливает улицы круглосуточно Третья мотострелковая рота Республиканской гвардии ДНР держит эти рубежи Командир с позывным «Белка» знает, где пригнуть голову, а по какой лени можно пройти в рост Опаснее всего на позициях, с которых в прошлом бою ополченцы остановили украинские танки Раскрыть их и требовалось снайперам ВСУ Есть хорошие снайпера, которые вовремя замечают их точки И в случае первого выстрела оттуда сразу же могут работать по этим точкам В гостях у Татьяны Степановны теперь почти вся улица Сидеть особо негде, нет половины дома, гаража, сарая, зато погреб крепкий Только так можно объяснить, почему в четверг, 4 июня, Петр Порошенко заявляет в ради о том, что на юго-востоке Украины якобы находится 9 тысяч российских военных А после удачно проведенных выходных, 8 июня, министр обороны Полторак обнаруживает там уже 42,5 тысячи человек Да еще в придачу к этому и целую танковую армию из 558 танков Все, что нам остается в данном случае, посоветовать украинскому президенту, как верховному главнокомандующему Принимать по понедельникам доклады от министра обороны, только предварительно уточнив, как он провел выходные Также Минобороны ничего не знают о намерении якобы неудачных попытках Полторака пообщаться со своим российским коллегом Сергеем Шойгу Ведомстве, однако, не исключили, что все исходящие звонки в Москву украинского министра блокирует некий заокеанский телефонный коммутатор И посоветовали сменить оператора Число погибших в результате пожара на нефтебазе под Киевом увеличилось до 4-х человек Токсичный дым накрывает и саму украинскую столицу Концентрация вредных веществ в атмосфере в несколько раз превышает норму На месте катастроф работы спасателей осложняет сильный ветер, не хватает людей и техники Неудивительно, Киев закупает бронетранспортеры, какие уж тут пожарные машины А те, кто мог бы бороться с огнем, призваны в армию Как будет развиваться ситуация, сказать трудно Неподалеку военный арсенал, аэродром и газохранилище Власти уже заговаривают о диверсии, хотя основная версия все-таки нарушение техники безопасности Екатерина Иванова о рукотворной катастрофе На фоне страшного зарева спасатели без специального обмундирования с обычными бронзбойтами в руках Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дисптитры создавал DimaTorzok Оказалось в обрез Искать материал для тушения в экстренном порядке пришлось по соседним предприятиям Накануне загорелись 317 резервуаров Помогите, что вам стоит, пару антей с водой перетащить. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...